Вот тебе и тайник. Спасибо. Прикольно. Выброс, фигня такая, лол. Просто выброс, казалось бы. Вся наша серия будет связана с тем, что будем лутать чьи-то тайники и убивать так вот собак. Нету ни машины, ни тачки, кстати, я не полистал. Мы, наверное, сами не пройдем эту миссию. И эту игру вообще в целом. Не поверишь? Ну, я нашел вариант того, как можно залезть на тайник. Бандиты, по-моему, самые добрые и безобидные существа в этой игре. Спасибо за телепорт. Я хочу самые новые, самые сильные, самые прокаченные стволы в этой игре. Вот меня не знаешь? Даже пасть не открывай. Какой-то мудак догадался поставить машину прямо перед миной. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Дмитрий Хан. Мы продолжаем проходить игрушку под названием Starter Lost Alpha. В прошлой серии мы с вами свалили от монолитовцев. Пробежали по радару. Спокойно, как змейка. Почти по стелсу получилось у нас. Заработали с нами новую пушку. Называется она FN2000, что ли. И пришли вот на новую локацию. Не помню, кстати, как она называется. Ну-ка загрузи мне КПК, пожалуйста. Это называется Северные холмы локация. А нахера мы сюда идем? Напомните мне. Охренеть тайников. А зачем мы сюда идем? Встретимся с учеными. Которые проводили некие исследования, связанные с пси-излучениями или как-то так. Мне даже в честь этого... Показалось. Мне даже в честь этого дали какой-то ненастроенный шлем. Так, знаешь, вариант такой. Бета-тест. То есть они этот шлем практиковали, как он работает, все дела. А нормальный шлем, с которым можно уже быть более-менее уверенным, они дали тем самым ученым. Которые свалили, и я так понимаю, тысячу лет не выходили ни на какую связь. То есть от них ни слуха, ни духа, ни пука, вообще ничего от них нет. Никак они не связываются с Сахаровым. И Сахаров беспокоится за это, и он позвал меня. Меченый, сходи, разберись. Я понимаю, ты без тачки, но все равно сходи. Все равно сходи и разберись. Кабаны бесят. Мне бы машину сюда. Чтобы я спокойно так... Пей, 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 пей что-нибудь, пей что-нибудь. Ладно. Выпили бы просто так. Ну, а что? Как говорится, береженого бог бережет. Нужно аккуратнее проходить эту игру. Чтобы не нарваться на неприятности. Знаете, что я думаю? Мы, наверное, сами не пройдем эту миссию. И эту игру вообще в целом. Не то, что миссию, а даже игру. Потому что у меня... Ээээээ... Потому что у меня не ту патрон, чтобы сражаться с собаками. Есть только нож. Я могу салфу тоже там резать. Но это разве адекватно? На-на тебе! Тварь такая! На! На! У меня броня крепкая. Это меня спасает. А почему под собаками я не дамажу? Я их вообще никак не дамажу, лол. Почему собаки меня бьют, а я их не могу ударить? Что за прикол? Что за прикол? Тихо. На! На! Ну! Ещё! Ещё! У меня игра моргает. Игра моргает. Тихо. Это всё белая собака делает. Белая собака делает. А я сейчас ослепну. Вот такие вот белые вспышки у меня, это же не просто так. Это означает то, что я сейчас ослепну. Это какие-то псевдовозможности собаки. Да, ведь? Раз. Ещё одна. А в следующем, смотри, хромой отбегает. Думали я не справлюсь? Вы чё поверили, что я заброшу эту игру проходить только из-за собак? Вы чё, совсем что ли? Я же вас забайтил, ребят. Я вас просто забайтил. Вы же знаете, что я профессионал в сталкере. Лол. Вот идёт патрон, что у меня есть. Это так. Мелочь. Я без патронов справляюсь нормально. Потрясающе себя чувствую. Прохожу вас с ножом буквально. Да, я пью энергетики, чтобы свалить. Но это ради вас. Это всё только ради вас, чтобы по времени мы с вами успевали всё пройти. Я смотрю на время. Запомнил, во сколько мы должны закончить. А значит, что можно смело проходить игру. Смело путешествовать. И не оглядываться. Потому что времени у нас с вами полно. Была бы у нас машина. Мы бы с вами это всё прошли в разы быстрее. Просто в разы. Но мне игра говорит, типа, беги пешком. Я понимаю, что не следовало ещё кучи локаций. Насрать. Иди пешком. Мы тебе будем платить за каждую работу по полторы, по две тысячи рублей. Я тебе деньги трачу на телепорты, на патроны, на еду, аптечки. И всё. На ремонт. У меня деньги просто махом улетают. Я себе не могу позволить даже спокойно накопить, понимаешь? Это что за симулятор всем известной страны? Это что за симулятор страны? Почему я должен выживать? Почему я не могу нормально заработать денег и остаться в плюсе? Тут есть какой-нибудь банк. Я, может, положу вклад хоть. Открою вклад. Хоть как-то буду в плюс выходить. Хоть по чуть-чуть. Но в плюс. Хоть по 100 рублей в день, но буду получать. А что такого? Это нормально. На халяву бабки получать, да? Они просто лежат в банке и ты получаешь бабки. Это же идеальный бизнес. Идеальный. Я не знаю, что с вами говорить. Я вроде как бы всё рассказал. А вроде как бы не всё. Будем идти думать, что делать. Потому что без машины это очень долго будет всё. Да вы издеваетесь. А ты моргать, смотри. Моргать будет. Моргать будет. Смотри, моргает. Это всё белая собака делает. А град есть? Нет, град. Ваншотиком. Ваншотиком. Вуха хорош. Найс. Это не умерла. Это умерла. И ещё. На. Вуха. Найс. Они вуха умирают. Всегда режь собак вуха. Всегда режь таких собак вуха. Ес. Ещё справились с одной стаей. Молодцы. Даже несмотря на нашу выносливость, мы отлично справляемся с ними. Прям оп, 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 оп. Было бы два ножа и побольше бы нож. Не да этот нож, а какой-то топор. Или меч. Почему ты и гренит у меча? Если ты не заметил, то это рука чья-то. Я не знаю, зачем она. Может как-то работать как ловушка. Типа знаешь, ты едешь на машине, всё такое. Едешь, едешь. Не замечаешь руку. И херах себе подрывается машина. Или эта рука может твоё колюцо пробить. Я могу на самом деле так много теорий предполагать. Потому что я без машины, чё? Я пешком иду. Мне поэтому, кроме как, теории ничего не остаётся. Смотрите, мы уже сколько прошли. Уже треть пути сделано. Отлично. Осталось нам пройти в тоннель вот этот. Болото. КПП. Тоннель. Тут мы, наверное, сможем сократить. Через толпы аномалий. И уже дальше. Найти сами все тайники этой игры. Я так понимаю. Вся наша серия будет связана с тем. Что будем лутать чьи-то тайники. И убивать в таком собак. А что, потрясающая серия получается, да? Ты просто бегаешь, мочишь собак. Лутаешь тайники. Больше нихера не делаешь. На тебе. На тебе. А, зассали, да? Давай, давай, давай. На трёх лапах-то тяжело бегать. Мы их застали как. А вам кто? А вам раму никто не установит. Вы чё будете лежать теперь? Нализывать? Нет. У меня множество сроков заточен сильно. Что вам ничего не поможет. Ты тоже? Ну давай, давай, давай. Давай, давай. Зассала, смотри, что делает. Ладно. Поднутри дальше друзей мочить. И другой вопрос. Откуда в этой игре столько собак? Мм? Вот откуда в этой локации столько собак? Почему они здесь бегают? Тут не души. А вот. А вот старший брат звать, и надо было. Они позвали банду на помощь. Они дома позвали банду на помощь. Есть. Не знаю, что мне здесь лет есть. Хорош. Акабан плохо. Акабан плохо. Хорошо. Будем пытаться проходить дальше пешком. Аккуратненько. А они, видимо, как-то из аномалии появляются эти мутанты, да? Я же правильно понимаю? Но не может быть так же, чтобы они просто так появились. Согласись. Но не бывает, что даже здесь всё просто так. Просто так это невозможно. Извини за мою скорость, но я не могу сказать слово просто так медленно. Не дано оно мне. Ну, давай. Давай выброс. А почему не? Смотри, туман сразу пропал. Давайте выброс. Что такого? Выброс. Фигня такая, лол. Просто выброс. Казалось бы. Кстати, игра, ну и как светлее стал. Мне нравится. Даже лагать начало. Игра реально начала лагать. Памера никакого нету. Но всё очень красное. Меня это смущает. Как будто я что-то делаю не так в этой игре. Я упаду? У меня гольны пошли. У меня пошли гольны. Я реально упаду. Недолго мы бежали. Надеюсь, как-то мне игра поможет и телепортирует немножко вперёд. Хотелось бы мне это очень. Это я где? Янтарь. Это янтарь. 100% это янтарь. Я уверен в этом. Игра мне даёт бонусы. Она такая говорит. Божечки, спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты проходишь меня. Спасибо, что ты проходишь меня. Спасибо, что ты проходишь меня. У тебя уже 20-50 серия. 20-50 серия. Слыхал такой? И ты всё проходишь и проходишь нас. Я на янтаре. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, я на янтаре. Спасибо за телепорт. Учёный Валера Прыгун. Кто-то кто? Профессор Дэн Дыркин. Дэн Дыркин, а знаешь, кто такой? Если нет, то забей в интернете Дэн Дыркин. Новичок, учёный друг. Боже мой, возьмите, это поможет. Головная боль, шум в ушах и странная тяга к алкоголю. Я прав? Это странные симптомы X-вируса. Он не так опасен. Главное, потерпеть период его развития. И, пожалуйста, не пейте здесь. Это запрещено правилами. Спасибо. А вы кто? Как вас зовут? Профессор Дэн Дыркин. Но это не настоящие инициалы. Я не хочу нажить себе проблем. Побезло, что поисковый отряд нашёл вас на северных холмах. Но меня терезает любопытство, что вы делали в столь пустынной местности. Ведь может по пальцам перестать тех, кто побывал в тех краях. Ваш коллега Сахаров послал меня за полнофункциональным пси-шлемом. Он, должно быть, рассказал вам о моей проблеме. А-а-а-а. За шлемом. Да, я получал подобную информацию. Меченый, не так ли? Никогда бы не подумал, что кто-то может пройти через Монолит и выжигатель мозгов. Пси-шлем хорошо послужил вам. Но есть большая проблема. У него нет того, что нужно вам. Дело в том, что недавно я послал нескольких полевых рабочих на северные холмы, чтобы сделать некоторые замеры для дальнейшей точки настройки шлема. Они так и не вернулись. Вы их, случайно, не встречали? Нет, не встречал. Но не волнуйтесь, я поищу ваших людей. Просто укажите мне направление поиска. Да, конечно. В последний раз они выходили на связь, будучи в подземных тумелях возле старой дамбы. Я отмечу это место на вашем КПК. Вот возьмите, это поможет. Но вам следует поторопиться. Тот шлем гораздо лучше и дороже того прототипа, который сейчас у вас. Помните об этом? Хорошо, спасибо. Я его верну, когда он будет мне нужен. Чего? Ладно, пофигу. Работа есть? Принести стопу снорка. Есть стопа снорка у меня? Конечно есть. Бабки давай. Бабки давай. Бабки давай. Полторы тысячи. Неплохо. За телепорт считай. Просто за телепорт. Работа есть? Нет. Артефакты мы вам носить больше не будем. Потому что это бесполезно, да? Чтобы я не приносил им, вы их у меня покупаете очень и очень дешево. Слизняк. Ни хера, ты у меня артефакты покупаешь, слышь. А я не ношу, получается, только этот? Слизняка давай. Торговать. Пожалуйста. А я у тебя взамен за это куплю немножечко патрон. Потому что патроны мне сейчас важнее. Я тебе говорю, я трачусь на патроны в основном. Я только трачусь на патроны. Вот эти птички продай. У нас все равно синие и желтые. У нас желтых среди как дохера. У нас желтых больше, чем всего остального. Противоядие воздействия икс-вируса. Разработанное. Ага. Ага. Весит на 20 грамм. Понимаешь? Это очень тяжело, если ты не понимаешь. Это реально очень тяжело. Бензин мне не нужен торговать. Интересно. А если бы у меня, например... Вот так вот. Если бы у меня, например, была машина. Вот была бы у меня машина, да? Допустим. Что бы было тогда. Мужик, пошли со мной. Приветствую. Что интересного? Мы с коллегами на основаниях наших наблюдений недавно выдвинули одну гипотезу. Мы считаем, что зона – это живой организм. Аномалии – это некое подобие пищеварительной системы. Внешне распределенные пищеварительные системы, если говорить точнее... Соответственно, артефакты пищеварительной системы, если говорить точнее... А, соответственно, артефакты – это отходы жизнедеятельности зоны. Выбросы, скорее всего, реакция. Зоны на некие раздражители. Возможно, механизм ренегации или регенерации. Как вам должно быть известно, органы эти время от времени перемещаются. Но что? Это за раздражители, которые вызывают выброс. Для ответа на этот вопрос у нас пока недостаточно данных. Это чувак думает, что все аномалии, выбросы и прочее, и вся вся в целом зона – это живой организм. Ты дурак, что ли? Меня как-нибудь отпустят, нет? Я случайно, мужики! Мужики, честно говоря, случайно. Я не дурак, чтобы специально, по-моему, стрелять. Что мне с головой? Когда меня отпустят? Может, что-нибудь выпить? Воды выпьет, пожалуйста. Просто бутылку воды. Должен полегче не стать. Кстати, янтарь не совсем похож на тот, что мы видели в оригинальной части. Ну, как совсем? Ой, ну как чуть-чуть. Он реально совсем не похож. Вот эта тяжелая таблетка, которая весит 200 грамм, она меня спасла от мучительных вот этих вот галлюцинаций. Врубаешь. Они опять начались. А со шлемом у меня что? Почему не спасает меня? Ясно. Возможно, у меня как-то шлем сломан. Но я не думаю об этом. Шлем должен быть нормальным. И максимально сильным настроен. Окей. Будем тогда потерпеть вот это вот происходящее с нами? Все дает галлюцинации, будем терпеть. Но что поделать? Мы с вами сколько бегали на радаре? Терпели это все. И здесь, значит, вытерпим. Нам все равно надо сейчас двигаться обратно на северные холмы. Потому что мы там оставили бригаду ученых, у которых есть настроенный нормальный шлем. Раз. Мы там оставили миллион тайников с по-любому офигительными пушками. Я очень хочу посмотреть на эти пушки. Я хочу самые новые, самые сильные, самые прокаченные стволы в этой игре. И еще желательно броню какую-нибудь модную. Типа Долготца. Типа военной брони сталкеров. Помнишь, в оригинальной части игры была такая броня, называется военная броня сталкеров. Если не помнишь, то загугли. Тебе полезно будет. Какая-то новая интересная локация. Там враги? А как уже мы прошли мимо врагов? Слышь? Смотри, бежит как. Они кого-то спарили. А чего они боятся, лол? Это ж военные. Военные и страх. Это слова-антонимы. Они очень никак не связаны между собой. Но мне нравится, что сейчас начинается экшен. И тайник. И ремонт. Чего? Ремонтник? У врагов? А может, не такие уж и враги? Слышь. Ну, давай зайдем в статистику. И поглядим, кто мне эти самые военные. Военные. Где военные? Военные, военные, военные. Одиночков. Почему не мне враги? Ученые друзья. Долг и свобода мне нейтралитет. Почему, лол? Мы сами все время были друзьями. Чего не так? Сталкер, иди прямо и не сворачивай с дороги. Вообще-то хотел с вами к вашему ремонтику подойти. Ну так, держу в курсе. Мало ли, вдруг вам непонятно. Привет. О, неужели сталкер? Не часто в этих районах кто-то бывает. Пришлось в поисках, скажем так, истинные проведать и эти территории. Странно видеть здесь военных. Это все из-за лагеря ученых. И этой клятой лаборатории под землем. Мы пытались контролировать радар, но оказалось, что это задеяние из лучших. Поэтому мы сидим тут. На тот случай, если монолит попрется на ученых. Но это исключено. Они сюда не заходят никогда. Да, тут строго говоря, вообще никого не бывает. Только мы. И что, вы даже голодаете тут? Нет. Раз в месяц мы получаем большую посылку с большой земли на вертолете. И не жалуемся. Знаешь, обычно сталкерам тут проходить нельзя. Но у меня на этот счет свое мнение. Нужно рассматривать каждого человека отдельно. А я людей доской свяжу. Вот ты, например, человек нормальный. Поэтому и разрешаю тебя здесь проходить. Можешь даже привал сделать, если нужно. Серьезно? Тогда спасибо. В такой глуши полезно иногда с людьми пообщаться. А? Естественно. Кстати, если нужна работа, обращайся. Мне не помешала бы помощь в паре каких дел. Хорошо, буду знать. Для этого я сохранюсь. И посмотрю, что у тебя есть по работе. Ну что, сталкер, работа интересует. Учти, в этих краях не часто кто-то бывает. Поэтому оплата соответствующая. Ну да, посмотрим. В общем, дело такое. В этих местах очень много нечисти всякой поганой. И наглеет она с каждым днем все больше и больше. Один карлик повадился все время. Что-то тырит с нашего блокпоста. И каждый раз ему удается уйти незамеченным. Всю водку у нас потаскал, гад. Короче, гаденыша надо завалить. Берешься за благое дело? Берусь. Мои парни видели его пару раз. Но каждый раз, когда уже было поздно. Мелкий черт уже убегал. В сторону деревни. Той, что возле церкви. Там поищи его. Такие в домах обычно живут. Ну что, тогда буду искать. А что мне за это полагается? Не переживай, не обижу. Зелень отцеплю. А еще по хорошему счету будешь. А еще на хорошем счету будешь. Я увожу, повышу себе авторитет врагов. Ах да. Кстати, есть еще одна проблема. Просьба. Я недавно пистолет именной получил. И зазевался как-то. На тумбочке ставил. Так этот упырь его умыкнул. А мне такое. Развитие событий может прилично. Подорвать авторитет. Поищешь пистолет? Потихоньку только. А я уже тебя благодарю. Эй, командир. А, ясно. Ремонтировать ничего мне не надо. Ничегошеньки мне ремонтировать не надо. Броня у меня. Ну, почти в порядке. Терпимо. Люди! Аул! Эй, кто-нибудь! Я уже обосрался. Думал сейчас застрелит меня. Дурак, что ли, автоматом меня доставать. Главное, с твоим командиром я поговорил. О какой-то военном я решил застрелить. Ты, колобой, ты вообще дружишь, нет? Паси-бо. Давай я все заберу. Батарейки и воду. Обратно мы уберем с вами две канистры. Потому что это бесполезный груз. Тем более канистры. Канистры вообще самый бесполезный груз, наверное. Пока у тебя нету пачки. Вот когда ты покупаешь себе машину, ты должен вспоминать все места, где ты оставил канистры, и забирать их. Потому что, чувак, ну, сам видишь, как его без тачки проходить. Очень долго, очень нудно, очень скучно и вообще неинтересно. Я, наверное, этот выпуск затяну. В плане прохождения. Потому что, ну, серьезно, нету ни машины, ни тачки. Кстати, я не полистал. Ты ж мой дорогой, а. Ты ж моя сладенькая. Садись. По бензину у нас что? По бензину пока... Все плохо. А можем вылезти и заправить? Я схожу за канистрой. У меня не впадло. Я схожу за канистрой. Я могу убрать бутылку воды. У меня ее полно. Я лучше заправлю свою тачку, чем буду пешком ходить. Я ж... Парень-то сообразительный. Я же знаю, что нам нужно для прохождения. Для ускоренного прохождения. Чтобы время не тратить на всякую хрень. А-ля пешком бежать. Вот это все обрезать. Я лучше заправлю тачку. И мы нормально поедем. И все увидим. Без единого обрезания. Так, это я убрал. Бутылку. Компенсируем. Ок. Это я сейчас компенсировал свой вес. Чтобы мне было более комфортно бежать. Потому что реально... У меня с этим сейчас проблемы начались. У меня очень много зарядки на батарейку. Не знаю, зачем я их таскаю. Ну реально. Собой достаточно иметь одну штуку. Ну потому что ты видишь ее очень часто. А разряжается у тебя фонарь редко. Поэтому одной штуки будет тебе вполне достаточно. Как заправлять автомобиль? Садись. Как его заправить? Стоит всегда помещать. Иметь парочку в багажнике. А как? Подожди. А где багажник? Заправить тачку? Ок. Открыть багажник. Хорошо. Значит в этой игре есть такое... Приспособление как багажник. Очень интересно. И заманчиво одновременно. Ну-ка как? Ну-ка что-нибудь сделай. Подожди. Во. Садись. Закрывай дверь. Поехали. Как завести помнишь? О. Завелась. Поехали. Какой-то мудак догадался поставить машину прямо перед миной. Ты вот... У меня просто нету слов. У меня просто ноль слов. Каким надо быть конченным, чтобы машину припарковать прямо перед миной. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, дорогая. Назад. Назад, пожалуйста. Назад. Аккуратно. Теперь вперед. Поехали. Мужики. Ну-ка, дорогу успите. Спасибо. Я скоро вернусь, не переживайте. Скоро вам привезу шлем ученых. Завалю вашего обидчика. Я все сделаю. Вы, главное, не переживайте. Я хороший. Я профессионал. Я помогаю ученым. Помогаю вам. Вам тем более тут скучно. Почему бы не довериться человеку, как мне? Здорово, командчик. Я на тачке. Теперь ты меня не замочишь. Теперь-то я не буду позориться и бегать ножом. Я купил себе патрон. Взял патроны также в тайнике. Я смогу сейчас набрать себе кучу патронов, потому что в багажник можно скинуть лишний вес. Если что. Понимаешь, да? Я сейчас в очень выгодном и комфортном для себя положении. Я реально сейчас тащу игру. У меня есть потрясающая машина. Почти отремонтированная. Если я сейчас узнаю, как ее ремонтировать. Я чемпион. Я просто прошел эту игру, понимаешь? Да, я проходил эту игру на свой день рождения, потому что я себе нашел тогда самые сильные пушки. Ну а что сейчас? У меня сейчас есть автомобиль. Есть броня наемника. Все. Игра пройдена. Игра реально пройдена, потому что у меня есть все. Все необходимое. Еще бы почаще сохраняться, без проблем тогда вообще будет. Тогда не за что будет переживать. Не за что будет волноваться. И про карлика, я так понимаю, он имел в виду про бюрера всякого. Не про этого же. Малого. Помнишь, там малой был. Такой бегал. Щенок такой, Шрек. Он навряд ли имел в виду про него. Половой. Я и вижу плоти кабанов. Почему они не воют между собой? Почему плоти и кабаны так ведут себя, как будто они друзья со школы? Ну серьезно, смотри на них. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас объеду, ребят. Я вас объеду, я не хочу тебе машину портить. Мне надо в поселах ваш местный. Тут говорят, монстр завелся. Подозрительные. И тем более у вас на куче тайников. Поэтому... Мне есть резон к вам приехать. Тачку мы где ставим? Тут. На кордончике. Дом похож на тот дом, что находится на кордоне. Да и вот что я имел в виду. Извини за 5 мое тараторство. Но я просто не понимаю, что с вами не так. Почему я тараторю? Если у тебя есть варианты... Назвони их, пожалуйста, все. Я очень буду благодарен. И буду это лечить. Чтобы в следующий раз комфортно было тебе и мне разговаривать. Хорошо? Я все ваши пожелания, ребят, учту. Каждый, кто что-то пишет, я всех вас считаю. Всех вас люблю и всем отвечаю. Калашников возьми. Сохранись. Пошли. Первый у нас что? Первый у нас... Давай тайник, тайник. Потому что тайники может быть какая-то плюшка. Кто там? Давай умрем. Ствол фраера, пацаны! Ноль слов. Ноль слов. В кустах никого нету. Я проверил, влаг проверять с кусты. Так что в следующий раз ты будешь... Ээээ... Знать. Как это все делается? Кто там бегает? Это, наверное, всего... Скорее всего, собаки бегают. Переживать не о чем. Да, в кустах есть наемники. Ой, не наемники эти. Пацаны, бандиты. Ну и что? Бандиты нам когда-нибудь мешали? Бандиты, по-моему, самые добрые и безобидные существа в этой игре. Я тем более правильный. И... То, что сказал существа, это не очепятка. Это не очепятка. Так оно и есть. Это реально существа. Хоть когда-нибудь помнишь, чтобы я бандитов считал за людей? Это же не так. Бандиты же не люди. Так. Опа. Не понял. Ну. Не могу запрыгнуть, прикинь. Один бегает в доме. Окей. Меним, мы тоже в дом спрятаться. Потому что из дома отстреливаться... Это очень выгодно. Ты можешь спрятаться и потихонечку... Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Производить обстрел по своим противникам. Дом пустой. Вообще все сперли. Ковер. Его, как будто знаешь, только что построили. Странно, что доски не сперли. Я удивлен. Что еще? Я еще пол вижу. Это в сталкере, помнишь? Мы видели... Ой, не в сталкере. Я и так в сталкере играю. На болотах с вами бегали, когда... На болотах был дом. И там даже пол сперли. Потому что трава была на полу. Там реально люди сперли пол. Обалдеть. Дожились. Люди же полы друг у друга. Тырят. У меня сейчас глаз зачитался. Поэтому я немного тебе врезал. Пару секунд. Ну, потому что я не люблю показывать такие моменты, когда... Типа что-то чешется. Вот такое вот бывает в этой игре. Понимаешь? Кто-то скажет, что это нормально. Я с ним соглашусь. Винторез, конечно, дамажит за собака. Винторез, конечно, дамажит. 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 У него вал. И снайперка. Ребят. А я как бы точно против бандитов сражаюсь? Это может какой-нибудь спецотряд наемников? Нет? Ну, потому что... Ты когда видел, чтобы... Бандиты были так вооружены? Я не помню. У него даже револьвер есть. Спасибо. Хоть постреляю с него. Дальше что у нас тут? Винторез возьми. Выброси. Нихера себе. Дамаг был у него. Это кто? Бандит. Ну? Это реально бандиты. Обалдеть. Дожились. Это реально бандиты. У них оружие. Я такое оружие фармил. Неделями. Я всю игру, сколько я ее прохожу, я фармил себе такие пушки. Прихожу на какую-то локацию. А у ребят они уже есть. И даже помощнее, чем у меня. Понимаешь? Насколько жизнь несправедлива. По отношению ко мне. Это кто был? Я надо про меня всякие гадости говорить. Вот ты меня не знаешь? Даже пасни открывай. Нормальный контент снимаю. Че сразу материть? Как будто не человек. Мне тебе же нравится, ты же смотришь. Поэтому нормальный контент у меня. Че он ругается? Ить! Ить, 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 ить. Тихо, 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 мужики, тихо, тихо. Не стреляем. Все. Перемиры, белый флаг. Белые трусы показываем. Интересно, бандиты шарят? За такую тему, как показывать белый флаг, там еще что-нибудь. Их вообще всего трое осталось. Но, блин, даже трое это очень много. Потому что у них вилки и пушки. Трое это очень много. В кустах бегают. У них такие костюмы, блин. У них реально костюмы не увидеть. Какой ты бежишь, дурак, что ли? Патроны возьми. И перезарядись. И пересохранись. Я некоторым ребятам в домах наношу. Поэтому будет тяжелее. Ооо, поэтому мне будет немного легче сражаться с ними. Заходи, сбоку, заходи. Давай, давай. Сбоку зайди, сбоку. Есть. Их уже двое осталось. Их уже осталось двое. Всего лишь двое. Что такое двое? Двое, цифру 2 представляешь? Два пальца. Вот это вот все. Их было вот столько. Осталось уже столько. Я уже убил больше половины. Тем более, я сейчас взял в руки имбу. Это самый сильный по комментариям автомат в игре. Тем более, мне нравится у него прицелик. Прицелик довольно такой зелененький. Яркий, модный, современный и молодежный. Будем идти аккуратно. Радар говорит, что кто-то здесь есть. А я никого не вижу. Ты видишь его? Радар. Смотри на радар. Меня радар троллит. Меня реально троллит радар. Окей. Сохраню и выйду к нему схожу. Мне кажется, он лежит мертвый. Где-то. Он лежит мертвый и просит о помощи. Но я бы его услышал, согласись. Ну реально, лежал бы там человек мертвый. Я бы его услышал, как он говорит, аааа, помогите мне. Но так как там тишина, значит логичный, что он живой. И он вполне в меня ему, может застрелить меня. Фонарик, ключи. А, нет. Он лежал мертвый, просто он сильный. Он не будет плакать и просите помощи. Понял? Есть еще такие люди, которые... Не надо, я сам. Вообще ничем от вас не нужно. Я самый сильный, у меня гром есть. Ну вот я про таких людей, про таких дурочков. По которым видно, что им нужна помощь. А они все равно за свое. Не просто говорят, что я сам. Зачи сам. Окей. Сам так сам, братан. Справился он, видишь? И ты жив. И пацаны твои живы. Все сами. Да, мы все сами сделаем. Нам не нужна ничья помощь. Мы кого-то сталкера замочим легко. За раз-два. Замочили, молодцы. Но если согласись, было потно. Вот особенно тебе живой. Вот тебе и тайник. Спасибо. Прикольно. Прикольно. Иди, мышь. Не благодарить за спасение не стоит. Я-то все делаю чисто из-за доброго отношения к животным. Я люблю животных. Животные молодцы. Благодаря вам. Люди становятся немного добрее. Спасибо. Интересно, как получится добраться. Может, хоть отсюда залезу? Нет. Он так, как вариант. Опа. Опа. Хорош. Что в тайнике? Полторы тысячи рублей. Ладно. Я их заберу. Бензин. Ладно. Остальное брать не хочу. Но тайник надо активировать. Поэтому мы забрали все. И уберемся обратно. Тихо. Дурак, что ли. Батарейки забери. Спасибо. Ну все, собственно. Вот такой получился тайничок. Забрали мы с вами еще одну канистру. Надо будет засунуть ее в багажник. Спасибо. Идем за следующим тайником. Следующий тайник у нас находится где-то вон там. А там помимо тайника находится кто? Бюрер. А с Бюрером надо делать что? Убить. А помимо убийства надо что? Найти пистолет. У нас полно заданий. Полно заданий. И время... А времени-то ёпырсоте. Короче. План такой у нас. Я сейчас прохожу эту миссию. И мы, к сожалению, будем вынуждены сами закончить. Потому что... Я выбиваюсь из графика. У меня время сейчас... Вообще, значит, прям на грани. Я уже за пределы выхожу. Поэтому надо побыстрее торопиться и проходить. Эту гребаную миссию. Надо искать этого тупорылого бюрера. Который мешает пацанам... Жить спокойно. И патрулировать. Свои там места. Свои объекты. Чего они там занимаются эти военные? Это же военные. Я-то не служил. Мне не понять. Я не собираюсь в армию идти. Потому что сам видел, как все бывает. Такой... Работаешь нормально. Служишь. Тебе херакс говорят. Езжай на зону. Ты приезжаешь на зону. Типа думаешь. Ну круто будет, да? Все нормально. А по факту ты стоишь. Пропускаешь всяких сталкеров. Просишь их пройти тебе... Ой, найти тебе пистолет. Рассказываешь им о том, что у тебя бюрер спер водку. Как-то так. Службы проходят. Типичная служба в армии. Это знаешь, можно в анекдот отпускать. Или даже не в анекдот, а в бытие. Тупо типичная история в сталкере. Ты служишь. У тебя прут в воску. Здорово. Молиться я сюда... О, не так. Я сюда пришел не молиться. Я пришел разобраться с главным грешником. Там кто-то скушит. Эээ. Эээ. Это церковь из этого. И из чистого неба. Из чистого неба церковь. Держу в курсе. Сверху будет идеальный вариант, чтобы обстреляться. И обосраться, наверное. О, нет, в том доме сидит. Я тебе базарю, в том доме сидит. А вот и вся водка. И энергетики сперты у мужиков. Спасибо. Эээ. Пивчанский. Выброси. Выпивать там ничего нельзя алкогольного. Потому что, чтобы убить этого монстра, нужно трезвая голова. Это тебе уроки самообороны. Чтобы драться и сопротивляться с противником, нужно трезвая голова. Своя голова. Проверка. Окей. Проверка не дала нужных результатов. Так, давай обратно в них прием По идее вообще Бюрера бояться нечего Только внешнего вида По идее так должно быть Но черт его знает Чего нам ожидать от малого Я сохранился там наверху Мне того будет достаточно Отсюда я его не вижу Но он там живет по-любому Потому что там орет человек Но радар у меня умнее Радар говорит что ни одной живой души Нормальной такой контактирующей с людьми Тут нету и быть того не может Это означает что? Что меня Бюрер обманывает Он байтит на то чтобы я пошел туда в дом Но с другой стороны это ему плохо Потому что он зовет меня Он думает что я иду на помощь к человеку Но на самом деле нет я уже готов Стреляться с ним Сопротивляться ему Сохраняюсь в лишние разы Чтобы быть всегда готовым Потому что Бюрер может выскочить неожиданно И к этой неожиданности я уже буду готов Благодаря сохранению Сохранению Я так понимаю Они где-то в подвале находятся Спасибо Спасибо что подсказали Бегает Он бегает Он бегает Да посмотри что он может сделать Да посмотри на губеракцию Что он будет делать Блин я не посмотрю что он будет делать Лол Пофигу Ты дурак что ли Эх Извини малой Я жил я Он водку Кукурузу пер Он все у них спер Водка кукуруза реально Он все у них спер Вообще все спер Все что у них было Стол Мебель все спер Смотри Красавчик Это же реально самый кайфовый Раб В игре Ты вон Нанимаешь короче этого чувака К себе В эти самые В работяге Он тебя Все собирает Это знаешь Я работаю в стратегии Он бы тебе такие ресурсы добывал Ты охранишь Это реально самый удобный Моб В игре Если конечно Для себя Не для себя А под себя Надрессируешь И все Миссия пройдена Но я не нашел пистолет Лол Меня это пугает Надо пистолет отыскать Потому что я же обещал Солватику Что я найду пистолет Значит надо его искать Не так Да почему ты Подожди Водка Это короче я нажал на F И теперь еще вот так вот пистолет Ну работай Ну Почему буква F не работает Прикинь Вообще ничего не работает Кукуруза Я пистолета не вижу Но зато я собрал Миллион лишних деталей Которые мне вообще не нужны Консервы у меня конечно нету Но есть Колбаса хлеба Мне этого достаточно А через стену Меня это херня не видит И как мне найти пистолет Который нужен Раз у вас так багается игра И не может спокойно И не может спокойно Сконцентрироваться на Предметах Казаки Казаки я вижу Вот как казаки Вот как казаки Вот как казаки Это же все не то Я же сюда не за водкой пришел Консервы Вода Тут где-то пистолета Ни одного намека на пистолет Возможно в другом номере лежит Возможно Будем искать что У меня выбор это У меня выбор что ли Нифига себе Минус заработает Минус радиация говорит Спасибо Надо найти пистолет По-любому Без пистолета я отсюда не свалю Никуда Потому что я обещал мужику Обещание надо сдерживать Не понял Поминки что ли у кого-то были здесь Прям при этом А это у Молонер поминки были Он же водку спер Чем мы делов то Энергетик с водкой Всем Всем советую ребят Каждый должен попробовать Попробовать энергетик с водкой Это офигенная штука Сталкер он рекомендует И не простой энергетик А энергетик под названием Сталкер Только фирменный энергетик И водка Поможет Водка казаки Помогут вам Расслабиться И получить максимально Комфортное удовольствие Не поверишь Но я нашел вариант того Как можно залезть на Тайник Сейчас покажу тебе Я почему-то догадываюсь Что это я именно так и работаю Потому что увидел Вот эти дощечки Которые ведут Я тут гулял Увидел дощечки И не понял А зачем дощечки Если там крыша дырявая А потом такой Сырю на радар Ааа Тайник Точно Ага То есть можно было Адекватно подняться По ступенькам Ладно А я человек такой Ты же знаешь Я не ищу легких путей Ну-ка Тихо Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Хорошо Это что у нас уткал Абакан Вот Мне вот интересно Всегда было Абакан лучше Чему и калашников Или нет По точности И по повреждениям Да Но отдача И удобность Хромает Поэтому наверное Будет хуже Ну так По логике подумай Он наверное Будет хуже Водку Отдай ему И батарейки Отдай ему Да и все Ну бутылку воды Можешь отдать Две штуки Че мы не выжим Что ли без воды Выживем Я перегружен Почему-то Че я оставил еще А Инструмент И канистра По-любому По-любому Была со мной Канистра еще Ну я перегружен Блин Собака сильно Я очень сильно Перегружен Че мне делать с этим Надо что-то выбрасывать А че выбрасывать Только Еду и воду По идее Это все Канистру выбросить Ну Эх Никогда не думал Что буду выбрасывать канистру Ну хотя почему не думал Я же выбросил где-то там На заводе Там у себя В лагере военных Договался же Ставить канистру Поэтому В чем проблема Ставить здесь канистру Не понимаю Все идет так Как должно быть по плану Не люблю обманывать людей Ну что делать Приходится Приходится Обманывать людей Приходится Я просто обманываю всех людей Я Я нечестный человек Меня это бесит Я не люблю обманывать людей Но Игра говорит Надо Игра говорит Надо обманывать Потому что Мы такая игра Мы тупые Мы заставляем людей Обманывать друг друга Вот так вот Что есть то есть Ладно Не важно о чем я говорил Идем вратом до тачки Надеюсь я никто меня не сломал Не сожрал Не сожрал Вроде дымит нормально Надеюсь мелкий воришка Ничего там не спер у меня Ни винторез Ни алкашку Ни тому подобный хлам Да У меня штачка в порядке Вроде припарковано Клево Я старался Когда парковался Не зря же я играл В самп там В прочие гтахи В симуляторы вождения Нормально припарковался Идеально Идеально Багажник Открыть багажник Канистра Патроны наверное уберем сюда Также Патроны для револьвера Пистолет Ну бутылки с энергетиками Тяжелая штука Пара крутых других таблеток Все Что у нас по весу Покажем более-менее адекватно Дальше мы сейчас поедем Немного дальше вперед Садись Проедем немного вперед И там посмотрим Что за тайник хранится Дальше у нас потом идет сюда По пути мы доедем дальше До других ученых И в общем-то все у нас будет в порядке Все идет строго По плану Как я и хотел Спасибо за то что посмотрели Ставьте лайки Подписывайтесь на канал На группу мою На инстаграм На твиттер И вроде все Также донатите на Donation Alerts Если хотите видеть адекватную вебку Адекватную студию И все более-менее лучше И качественно Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok